Ученики шестого класса школы Лига первых сегодня пробуют себя в роли специалистов в области эксплуатации радиоуправляемых технических устройств. На экранах мониторов наземные и летательные технические средства. Они все расположены на полигоне Вруднево. Это в нескольких километрах от школы. Но несмотря на расстояние, ученики ими легко и ловко управляют прямо из кабинета информатики. В каждой команде по два участника. Один управляет машинкой или коптером, другой выступает в качестве штурмана и информирует напарника о препятствиях на карте. Задача захватить груз и доставить на свою базу. Легче было играть именно за РТС, потому что за дроны так непривычно играть в воздухе, там спускаться приходится. Это как в детстве. Были у мальчиков машинки на пульте управления. Примерно такой же опыт получается. Понравилось вообще само управление, как все устроено. Больше всего, наверное, опять же за машинки, за РТС, потому что тоже есть опыт, и они легче как-то. Нужно научиться лучше играть, прорабатывать тактику за дроны. В соревнованиях по управлению роботизированными системами приняли участие 14 школ Москвы и Московской области. Цель развития подобных технологий среди подрастающего поколения, среди школьников, в первую очередь, чтобы они знакомились не только с виртуальными элементами типа игр, но также могли понять, что такое в реальном живое управление дронами. Для мальчишек из школы Лига первых, это новый опыт. Но уже совсем скоро для детей планируют организовать регулярные занятия по отработке навыков управления и программирования радиоуправляемых роботизированных устройств. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.